Туркестанский усач – типичная пресноводная рыба, не совершающая далеких миграций, преимущественно золотисто-окрашенная, длина тела до 70 см, масса тела до 5 кг, возраст до 10 лет. Созревает, как правило, в 4-6 лет при длине тела не менее 20 см. Численность быстро сокращается, особенно в казахстанской части ареала. Занесен в Красную книгу Казахстана. Природозащитники в рамках проекта «Позрождение туркестанского усача» проводят мониторинг состояния иксиофана рек. В результате двухдневной экспедиции сотрудники фонда проныряли под водой от слияния арыси с буралдаем и до слияния с кашкарадой. Как это не прискорбно, но увидеть довелось всего несколько неполовозрелых особей. Константин Подушкин называет две основные причины, которые влияют на столь безрадостный сход жизни этой рыбы. И, пожалуй, самое главное из них – это недропользование. Со строительства международного автобана началось и строительство карьеров на руслах рек, в том числе и буралдая. И даже местные жители говорят, что как только появился карьер, так рыбы стало меньше. И получается, это как бы черта такая разделительная по буралдаю. От слияния с арысию до карьера, который находится около села Коктобе, рыба есть, потому что идет подпитка из арыси рыбы. После карьера Коктобинского и до самых предгорий, вот до этого места, где качкарата с буралдаем сливаются, рыбы практически нет. Вторая причина – это браконьерство. Несмотря на то, что за воев краснокнижника предусмотрен штраф в размере 100 МРП, любители незаконной ловли не убавляются. И зачастую используют электролов. На дне реки после таколовы остаются дохлые мальки. Крупную рыбу браконьеры выбирают. А вот то, что после такой охоты погибает молодняк, их мало волнует. А раз нет малька, значит и поголовье уменьшается. Рыбаки, может быть, встречали на этих наших реках рыбу, у которой как бы атрофирована задняя часть хвостовая. То есть перед нормальной, а вот как парализованный человек, у нее атрофирована задняя часть, она маленькая, она дальше не растет. Эта рыба уже не плодоносит, она не мечет икру и не плодотворяет ее. Она доживает свой век и все. Что делать? Вечный вопрос. Странно получается. Сначала люди беспощадно уничтожают природу, а дойдя до крайней черты этой бурной хозяйственной деятельности, начинают бить в набат. Но самое интересное в этом еще и то, что дальше шума, как правило, дело так и не идет. Проект по восстановлению поголовья его путем разведения искусственного. Мы переговорили уже с рыбными хозяйствами, с рыбными фермами, они готовы взяться за это. Нужно только финансирование. То есть они знают, как развести усача. Так, чтобы через два с половиной года можно было выпустить уже первую партию, порядка трехсот тысяч мальков усача в реке, где он традиционно всегда водился. Какая участь ждет нашего туркестанского усача? Остается надеяться, что фонд «Эко-Око» доведет начатое дело до конца, а государство поддержит и поможет сберечь его для следующих поколений.